Здравствуйте! На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Сергей Хайдаров. И сегодня мы расскажем, какой способ зарабатывать увидел казанец, внимательно смотря по сторонам. Я прошу законное требование, Соню, что приехал прокурор, я хочу насоздать заявление. И почему у него и полиции возникли взаимные друг к другу вопросы? Сегодня в Казани загорелся дачный дом. Садовод шла, прибежала, сказала, вот дом горит. Владелец дачи не расстроился, и почему пожар был ему даже на руку? И где купаться, чтобы сохранить жизнь и кошелек? Все, кто купается, должен быть привлечен к административной ответственности. Спасатели усиливают контроль за нарушениями правил отдыха на воде. Это и не только прямо сейчас. Лежат бесхозные, никому не нужные деньги. Видимо, так подумал один казанец, увидев на газоне на Оренбургском тракте сложные металлические крышки от канализационных люков. Как монетизировать это сокровище, он придумал тут же. За погрузкой металлических изделий в автомобиль его и застали полицейские. К слову, автомобиль был не его. Грузоперевозчика он нанял, водитель утверждал понятия, не имел, что принял участие в краже. Чем все закончилось, расскажет Алина Мусина. А что случилось, можете сказать? А я могу сказать, сотрудники полиции закон, незаконные требования выполняют. Они занимаются беспределом. Один из задержанных, по рассказам очевидцев, имея признаки алкогольного опьянения, при виде полицейских стал вести себя очень вызывающе. Чтобы мужчина не натворил бед, его движение ограничили наручниками и посадили в патрульный автомобиль. Полицейские заподозрили его в том, что он воровал крышки люков. Сам же задержанный рассказал свою версию произошедшего. Они куча валялись, просто вот на куче есть. Я начал грузить, в какой-то они куча есть. И после этого меня задержали. Приминар – абсолютно незаконная сила. А что хотели с ними делать вы? Металоприемку. Как рассказали, на месте происшествия мужчина заказал грузовое такси. Наемный водитель о криминале не знал, а потому приехал на указанное место, даже не подозревая, что невольно стал соучастником предполагаемого преступления. Во время погрузки на место приехали полицейские. И тогда же начались и следственные действия. Я прошу законное требование своего, чтобы приехал прокурор. Я хочу насоздать заявление на сотрудников полиции. Они мне не дают возможность это сделать. Прокурора на месте мужчина не дождался. Всех, кто участвовал в погрузке люков, полицейские доставили в отдел полиции до выяснения всех обстоятельств. Наемную машину же пришлось эвакуировать на штрафстоянку. После проверки будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела. Алина Мусина, Айрат Назипов, Адель Малахметов. Вызов 112. Пострадал на работе. Ночью в селе Куакбаш Лениногорского района с дороги в Кювет улетел агрегат для ремонта скважин. По предварительной версии у грузового автомобиля отказали тормоза. Затем водитель потерял управление. Прибывшие на место происшествия спасатели отключили аккумулятор Урала и достали из кабины пострадавшего водителя. Мужчина был госпитализирован в больницу. Думал, что пропускают. Оказалось, что не все. Крупная авария произошла сегодня на пересечении улиц Пионерская и Сибирский тракт. Там столкнулись автомобили Киа Рио и Хюндай Туксан. Подробности ДТП узнавал Рамиль Шайдулин. Разбитые машины на перекрестке и затрудненное движение для других транспортных средств. Это результат столкновения автомобилей Киа Рио и Хюндай Туксан на пересечении улиц Пионерская и Сибирский тракт. Водитель Киа рассказал, что ездит по всем правилам, ничего не нарушая. Говорит, так было и в этот раз. Ехал на зеленый. Решил перестроиться, остановиться на остановке. И вот он, получается, я ехал на зеленый, он как бы ехал с крана красный. Рассказал, что направлялся по крайней правой полосе по Сибирскому тракту в сторону Советской площади. После перекрестка хотел забрать с остановки человека, но не получилось. Слева в него врезался автомобиль Хюндай Туксан. Считает, что произошедшим не виноват. Однако у пассажира-кроссовера на этот взгляд свое мнение. Образовался заторный перекресток. Вот эти вот машины, которые бегают, они стояли. Вторая и третья полоса, они стояли. Убедит, что нас пропускают, то, чтобы трамвай пропустить. Соответственно, мы продолжим свое движение. Айрат Хакимов, отец водителя кроссовера, рассказал, что его сын совершал маневр. Поворачивал налево с Сибирского тракта в сторону улицы Пионерская. На перекрестке, говорит, начали движение, когда горел еще зеленый. Однако, проехав до середины, для них загорелся красный сигнал светофора. Говорит, вначале они остановились, но, убедившись, что их пропускают, решили проехать. Оказалось, пропустить решили не все. До приезда автоинспекторов ни один из водителей вины своей не признавал. Однако, прибывшие на место сотрудники ГИБДД объяснили водителям, что виноват в данной ситуации водитель Хюндая не убедился в безопасности своего маневра. Автомобили покинули место ДТП своим ходом. Рамин Шайдулин, Фиса Минязова, Константин Бушуев. Вызов 112. Предотвратили распространение огня. Сегодня в Садовом товариществе Труд, расположенном на Фермском шоссе, загорелся дачный дом. Пламя заметили соседей и вызвали пожарных. Они справились с возгоранием в считанные минуты. На Фиса Минязова выяснила предварительные причины возгорания и узнала, почему владельцу дачи пожар, возможно, был даже на руку. Садовод шла, прибежала, сказала, вот дом горит. По словам владельцев соседних домиков, первое произошедшее возгорание увидела председатель садового общества Труд. Она и поспешила сообщить о случившемся пожарным и горячую новость соседям. Последние, в свою очередь, переживали за свои дома, ведь огонь мог перекинуться и на их собственность. Владельцы рядом стоящих дач печальной вести рассказали хозяину горящего дома. Мужчина приехал быстро, но за постройку не переживал. Говорит, начал ее разбирать, чтобы построить новый дом. Так что огонь ему в этом даже немного помог. Прибывшие на место огнеборцы с пламенем справились быстро. Успела сгореть только крыша. К счастью, никто не пострадал. А из-за чего могло разгореться, не знаете? Не знаю. Может, замкнуло? Как предположили соседи, наиболее вероятной причиной возгорания является неисправная или поврежденная электропроводка. При разборе дома хозяин не отключил его от электроснабжения. Нафиса Минязова, Константин Бушуй, вызов 112. 19-летний молодой человек, житель Башкири, утонул на карьере в Бавлинском районе. Он зашел в воду в неположенном для этого месте, проигнорировав аншлаги о запрете купания. Очевидцы рассказали, что он почти сразу стал тонуть. Помочь ему никто не смог. Спасатели обнаружили тело погибшего уже ближе к вечеру, в 30 метрах от берега. Его извлекли из воды и передали полицейским. 20 человек стали жертвами водной стихии с начала лета. Причем 10 из них погибли в последние дни с установлением жаркой погоды и прогревом воды. В МЧС забили тревогу. Все погибшие купались в неустановленных местах и большинство из них были в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники Государственной инспекции маломерных судов вышли с проверкой в места отдыха татарстанцев. Чем может обернуться нарушение правил пребывания у воды, узнал Айрот Назипов. Будьте осторожны. Купание в этом месте запрещено. Родители внимательно смотрите за неспеем. Они внимательно осматривают берега. От взгляда не ускользнет ничего. Все эти места не предназначены для купания. Здесь не делали анализ воды, не обследовали дно, не убирались под воды мусор. И все то, за что можно зацепиться. Среди погибших двое детей. Не уследили родителя, считает в ГИМС. Гибель детей, которая у нас произошла, это прежде всего, конечно, вина родителей. Если же вы купаетесь вместе с ним, необходимо обеспечить круглосуточный, всю минутный контроль. Ни в коем случае, ни на минуту оставлять детей. Отдых на воде бывает разный. Этого мужчину инспекторы просят надеть спасательный жилет. Иначе в случае опасности он бесполезен. Сколько лет? Семьдесят. Вот какие как раз двое человек утонули на 70-летних. Аккуратнее на воде. К официально открытым пляжам вопросов у инспекторов нет. Они оборудованы всем необходимым. И на них дежурят спасатели. Как здесь, на пляже Локомотив. Через узкую дорогу вроде бы такой же пляж. Но купаться тут запрещено. Рядом стоянка маломерных судов. Потенциальная опасность для пловцов. Штраф за нарушение полторы тысячи рублей. Но только при наличии вот такого предупреждения. Всех, кто купается, должен быть привлечен к административной ответственности. Переходите на ту сторону. Там стоит пляж. Бесплатный. Там, пожалуйста, купайтесь. Но там отдыхающим не нравится. Говорят, слишком грязно. Если бы там было хорошо, люди бы сюда бы не шли. Я посмотрю, сколько там людей. Да. Посмотрю. Одеваться некуда. Один в последний пляж раз одевался. Тем более, здесь не купаться. Пляжные. Все ваши претензии мы доведем, значит, руководство. Аншлаг, запрещающий купание, инспекторы увидели только один. Делать это, говорят спасатели, должны администрации муниципалитетов. Штрафовать за нарушение они же. Всего же в Татарстане в эти дни работает 83 мобильных групп МЧС. Но протоколов составлено только два и оба за нарушение общественного порядка. Работу инспектора ГИМС намерены резко активизировать. Тем временем на водоемах республики только за последние три дня, по данным спасателей, погибли 10 человек. Всего с начала лета 20. Из них двое детей. Айрат Назиков, Вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать, обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570-50-50 или на мобильный 898-69-1212-1212. Это можно сделать и в нашей группе ВКонтакте, туда же можно присылать и снятое вами видео. В студии был Сергей Хайдаров. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.